Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о героях Великой Отечественной войны и о столичных улицах, которые хранят память о них. У нас в студии внучка героя Советского Союза Ивана Панфилова Елена Козырькова, историк Ольга Бучина и заслуженная артистка России Наталья Варлей. Наталья, Ольга, Елена, приветствую вас. Добрый день. Я правильно понимаю, что вы учились в школе имени Панфилова? Абсолютно правильно. Вашего дедушки. Я училась в школе-интернате 92, это на Лосином острове, ныне 5-й кадетский корпус Преображенского полка. Там я закончила с 1 по 8 класс, да, я училась имени своего дедушки в интернате. Но памятник был поставлен в 64-м году, как раз первый класс я пошла. И установка памятника, я помню бабушку, я помню, приезжали родители, ветераны и так далее. И открытие памятника состоялось практически при мне. Вот это я помню. А вот на вашей памяти в честь вашего дедушки улицу назвали? Ну, я не скажу, что на моей памяти. Мама моя там... Кстати, когда мы стояли на очереди, нам дали квартиру, то есть маме. Именно на улице героев панфиловцев. Не генерала Панфилова. Ну, уж, видимо, сами комиссии постарались так вот, я не знаю, никто не просил ничего, никогда не говорили достаточно скромные люди. А вот когда вы, всегда задаю этот вопрос, в каком возрасте вы для себя сделали это открытие, что вы имеете отношение вот к этой героической фамилии? Это было в детском саду, в школе. Когда подросток подрос, ну, будем так говорить, 7 лет, 5, его с собой везут родители на встречи. И, естественно, мы ездили и в Волоколамск, до Богосевка, в Гусинёво, где дедушка погиб. И всё это рассказывалось, ты это видел всю жизнь. Так что вот где-то с такого возраста, наверное, да. А осознаёшь, конечно, гораздо позже, когда ты становишься взрослее, когда ты становишься уже сам родителем, когда ты становишься бабушкой, и так далее. И всё по-другому смотрится просто. Так ты ездишь, да, ты видишь. Естественно, ты впитываешь, что тебе рассказывают. А с каким вот чувством, интересно, вы смотрели ленту «За нами, Москва»? Честно, я просто вот, я не помню. Естественно, я смотрела. 28 «Панфилос», который недавно. То есть «Взахлёб» настолько я смотрела. Женщины, они, наверное, по-другому, чем мужчины воспринимают. Но меня было не оторвать. И, конечно, гордость за бойцов. То есть вы не видели фильм «За нами, Москва». Давайте мы посмотрим, как вы... Давайте. Нет, я его, может быть, увидела. Как раз, как сыграли роль вашего дедушки. Вы меня поняли? Понял даже, генерал. Но как удержать? Батальон растянут в ниточку. Семь километров. Поэтому-то и нужны усиленные взводы, а не отделения. Они-то и будут мотать противника, тянуть время. Заставят их развернуться и бить впустую. Вот видите, какая тут спираль получается. Но тут надо смотреть в оба, а не дать себя окружить и держать дороги. Главное, держите дороги. Берегите людей. Берегите. Наталья Владимировна, вы, кстати, с Санаевым были знакомы, который играл в панки? С Санаевым, конечно. Конечно, он же был таким достаточно большим руководителем в кино когда-то. Да, была знакома. Я знаю, что ваш отец так же, как и мой, воевал. Да. Что-нибудь в семье об этом вы знаете? То есть мой отец не очень любил вспоминать про войну. А я думаю, что это вот это то самое поколение, которое занималось тем, что вот когда пришли к мирной жизни, победили, строили страну. Вот отец у меня был военным моряком, офицером, а потом он работал в мурманском пароходстве, был начальником порта в бухте проведений на Чукотке, в министерстве морского флота работал. Практически ничего отец не рассказывал о войне. И только когда он ушел из жизни, Лаврентий Михайлович Кузнецов, адмирал флота, вот он мне рассказывал очень много о том, как они воевали, о том, как они служили. Окончание училища пришлось на 1941 год, и отец приехал оформляться по месту службы 20 июня в Севастополь. А 22-го началась война. Он был командиром морского охотника, проводил десант морской, и у меня дома просто, можно сказать, иконостас из орденов и медалей, потому что там из-за обороны Севастополя, Керчинова, Российска, Поти, Туапсе, в общем, Кавказа, Крыма. Мама моя ведь тоже, она очень огорчалась, если ее не поздравляли с 9 мая, потому что, хотя она была школьница, они с семьей жили в Ленинграде, мама Ленинград, папа Москвич. И потом уже после войны на лейтенантском балу они в Ленинграде познакомились. Поскольку отец мамин, значит, мой дедушка, которого я так и не знаю, он во время войны умер, он был горным инженером, и с металлургическим заводом они были эвакуированы за Урал. И мама, будучи школьницей, ездила, работала на оборонном заводе. И мама говорила тоже, вот я участница войны в тылу. Да, все страны. И я, когда бессмертный полк, я несу два портрета, мамин и папин.